Приветствую вас, дорогие мои зрители! Я недавно вернулась из Парижа, и на следующий день, 14 октября, меня ждал сюрприз. Этот сюрприз был от моей подруги, которая живет в Австрии, которая меня балует, можно сказать. В прошлый раз она мне прислала посылку с замечательными блузочками и сюрпризиками. Если вы помните это видео, сюрпризом моей подруги, по-моему, называется, я уже точно не помню это видео, и в этот раз мне снова пришел сюрприз. Дорогие мои зрители, мне пришла вот такая громадненькая штучка. Я подозреваю, что это от моей подруги. Все, я в шоке, вы знаете, это такой сюрприз. Вообще, у нас в почтовом ящике такая появилась большая колобашка, и это что-то с чем-то я прямо вся в предвкушении буду открывать. А там внутри такая прелесть. Девочки, это комбинезон. Ральф Лорен, я надеюсь, что я в него помещусь, но я, конечно, в шоке, какая это прелестная вещь. Посмотрите, какое колье стильнющее, красивое. Просто мой вкус. Ну, просто вообще угадала. Спасибо тебе, дорогая моя. Главное, чтобы я в него поместилась, потому что это размер Л, наверное. Сейчас посмотрим. Вот такая суперская-суперская водолазка. Девочки, ну я вообще в шоке. Ну, спасибо большое. Я просто, просто в таком восторге. Это настолько мой вкус. Как ты меня знаешь, дорогая моя? Вы знаете, я настолько тронута. Большое спасибо. Я могу сказать об этом человеке, что человек очень мне близок по духу. Мы с ней знакомы достаточно давно. Она живет в Австрии. У него прекрасный вкус, по крайней мере, для меня. Я могу на него ориентироваться. Во всем я спрашиваю совета частенько. И я хочу рассказать об этих вещах, которые она мне прислала, и показать на себе. Я безмерно счастлива, на самом деле. И комбинезон, который марки Ральф Лорен. Ральф Лорен, его так называют во Франции. На самом деле, это Ральф Лорен. И краткий экскурс в историю, так сказать. Ральф Лорен, он из семьи иммигрантов. Он сейчас живет в Америке. Он считается одним из богатейших людей мира. Из семьи иммигрантов откуда? Как ни странно, это был Пинск. Это был Гродно. В 1920 и 1921 году его родители переехали в Америку. Настоящая его фамилия Лившис. Впоследствии он поменял на Лорен, потому что эта фамилия была более благозвучной. Это человек, который мечтал быть богатым, иметь гардеробную, поскольку у него был только шкаф. И к этой цели он постоянно шел. И в итоге сейчас он, в 82 года, является миллиардером. Его соседом был Кельвин Клайн. Вот, то есть, настолько все интересно. И самое интересное, что посылка ко мне пришла 14 октября. Это был день рождения Ральфа Лорена. И сейчас я продемонстрирую этот замечательный комбинезон на себе. Я покажу вам три образа, которые можно носить. И вы мне скажете. Ну, я на самом деле удивлена, насколько человек знает мои параметры, что подошло все идеально, идеально на меня. Я думала, что я на этот комбинезон не влезу, потому что он такой прям вот такой вот аккуратненький. Но оказалось, прям вот раз, и все, и на мой рост идеально подошел. И, в общем, сейчас я вам покажу, сколько Ральф Лорен был вдохновлен вот этой темой английских землевладельцев. И в то же время стилем кантри, стилем вестерн. Поэтому у него вся тема в таком немножко коббойском стиле. И этот комбинезон тоже из этой же серии. И поэтому я его пыталась совместить с вещами, которые более-менее подходят. Видите, такой вот платок в стиле как бы вестерн. Но я вам покажу три таких разнообразных образа. И, как всегда, голосуйте. Ну что ж, первый образ – это образ с казаками. С казаками Келлин Кляйн. Поскольку Ральф Лорен и Келлин Кляйн были соседями, они у меня в образе тоже остались как соседи. Вот с такими ботиночками. Я вам покажу, как он смотрит этот комбинезон со всех сторон. И вы удостоверитесь, что это действительно шито точно для меня. Может быть, звучит слишком громогласно, но я удивлена, насколько и по росту. Обычно у меня с ростовкой проблема. Здесь, видите, как получается, что просто совершенно идеально на мне сидит эта вещь. Ну, мне так кажется. Может, вы скажете, что не идеально. Видите, как здесь мне нравится то, что здесь огромное разнообразие карманов, молний, и оно все тяжелое. Знаете, когда качественная вещь, действительно чувствуется тяжесть фурнитуры. Ну, естественно, шито идеально, об этом даже говорить нечего, потому что это достаточно известная марка своим качеством. Не то, что достаточно, она имеет мировую известность. Видите, с казаками. Очень симпатично смотрится. Именно вот с такими зеленого цвета. Платок здесь перекликается по цвету с ботинками. В стиле вестерн. И, видите, симпатично, правда? Ой, просто классно. Мне очень нравится. Сейчас покажу следующий образ. С водолазкой. И водолазка тоже прислана моей подругой. Я его показывала в начале видео. И сейчас, видите, здесь я тоже подобрала серьги такие. Тоже в этом же стиле. Такие огромные-огромные кольца в желтом металле. И сейчас я вам покажу, как смотрится с водолазкой. Но, естественно, здесь должна быть другая обувь. Сейчас я вам продемонстрирую. Ну что ж, дорогие мои зрители, образ номер два. Да, это то же самое, но с водолазкой. Водолазка фирмы Jades. Сопроцентный хлопок. Под тельняшку. Ботинки Dr. Martens, которые я очень люблю. Это не ботинки, это не знаю, как это назвать. Это туфли, наверное. У них есть название. Я никогда не пользуюсь этими названиями новомодными, потому что я их не помню. Вот так. Видите, тоже симпатичный довольно образ. И очень комфортный. Здесь можно накинуть даже ту же шубку Тедди, драповое пальто. И, в общем, можно фантазировать как угодно. Этот комбинезон очень многообразный. И, знаете, он универсальный на все времена. Я так считаю. Потому что комбинезоны всегда в моде. И многие задаются себе вопросом, как, например, совершать какие-то интимные процедуры. Ну, вы знаете, все отлично. Здесь очень хороший замок. Очень легкий, он широкий. То есть здесь никаких стесняющих движений у этого комбинезона нет. Вот. И он вообще такой свободный. Мне нравится, что здесь немножко заниженная талия. Это тенденция к современной моде. И такой создается немножко мальчаковый силуэт. И мне это очень-очень-очень близко. И я считаю, что вот такой вариант ношения этого комбинезона более чем приемлем. И, возможно, даже более комфортен в плане повседневной носки. Показываю, опять же, вид сзади. Потому что немножко лишаетесь каблуков. И тут же меняется силуэт, форма фигуры. Поэтому, ну, хотя здесь это не так сильно видно. Потому что силуэт полусвободный. Вот так. Опять те же сережки. Но мне вот эти... Как назвать эти туфли? Скажите мне, пожалуйста. Броги, не броги? Не знаю. Мне, конечно, скажут точно в комментариях. У меня девушки модные, стильные. И вы мне подскажите. Вот так вот. И сейчас я вам покажу третий образ. Но это я вам скажу уже просто фантазией Леснухина. Потому что, насмотревшись всего подряд... Я часто смотрю, кстати, образы в Пинтересте. И там достаточно интересные идеи есть. Достаточно набрать просто, скажем, стрит-стайл 2022 и 2021 осень, зима. И часто выдаются интересные идеи. Я сейчас вам покажу то, что, в принципе, каждый решится надеть. И вы мне, пожалуйста, скажите, как вы на это смотрите. Потому что здесь уже придумки мои лично. Ну что ж, третий образ. Может быть, его можно назвать. Я надела все лучшее сразу. Но я попробовала так сделать. И не знаю. Мне он нравится. Как ни странно, я надела здесь это колье. Возможно, вы скажете, что это лишнее. Но мне захотелось вот именно такой эклектики. Это пиджак. Это шпильки, которые шпильки очень трудно носить в повседневной жизни. Ну, они такие прямо, ух, высокие. Но это дизель. Они очень удобные. И, в принципе, куда-то на выход вполне можно их надеть. И даже два часа в них спокойно прогулять. Потому что дизель отличается очень большим удобством всегда. Оба всегда у них очень-очень удобные. По крайней мере, для меня. Мне колодка очень подходит. И, видите, вот такой вариант. Покажу вам поближе. Это пиджак. Пиджак мужской, который я вам уже показывала не раз. Вот. Это колье. Смотрится вот так вот. Без всяких маек. Только надевается на нижнее белье. И вот так вот он смотрится. Этот комплект. Полностью. Возможно, здесь нужно убрать волосы. Но я их только уложила. И не хочется их сейчас никак закалывать. И вообще, честно говоря, я хочу себе купить шпильки, которых у меня до сих пор не было. Потом научу вас делать пышную гульку. Я недавно научилась. И смотрится великолепно, классно. И делается за две секунды. Вот так вот. Вот такой образ. И, видите, сблизи. Сблизи тоже очень интересно. Но, опять же, нужно, наверное, иметь определенную смелость, чтобы так носить. А смелости, мне кажется, в 50 лет нам не занимать. Можно попробовать все, что хочется. Лишь бы это приносило удовольствие. Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь. Шлю большое спасибо с поцелуями моей подруги за то, что она доставила мне такое удовольствие. И в то же время и вам посмотреть на эту прекрасную вещь. И я надеюсь, что вам было интересно. Оставайтесь со мной. И подписывайтесь, кто еще не подписался. И всем куча поцелуев. И всем хорошего дня. До новых встреч, новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok